здравствуйте в студии олег хилл с выпуском самых актуальных новостей в великобритании на понедельник 4 ноября начался новый месяц и мы сразу начинаем рассматривать те газеты которые выходят в британии первые страницы что сегодня пишут газета daily star предупреждает о рекордной температуре которая будет в течение недели костров прогнозируется серьезная жара с температурой до 21 градуса в некоторых районах великобритании вот вам и бабье лето ну или как говорят в англии индийское лето но теперь к другим газетам газета daily telegram сообщает об изменениях налога на наследство которые внесены канцлером и об влиянии этого налога на фермеров национальный фермерский союз заявил этой газете что это решение провоцирует кризис психического здоровья ну а на фотографии которая украшает первую страницу королева летиция испанская она пытается утешить женщину после наводнения в котором погибло более 200 человек главная история газеты times посвящена попыткам премьер-министра ужесточить меры против контрабандистов людей на первой странице показаны также король и королева испании которые столкнулись с разгневанной толпой после смертоносных наводнений не в стране ну соответственно в испании газета sun сегодня публикует фотографию дома принца эндрю который находится виндзоре газета рассказывает о состоянии этого royal lodge особняка второй категории который находится в беркшире на первой странице газеты daily mirror показано орудие убийства предположительно использованы лордом луканом на фотографии изображена свинцовая труба которая по данным газета была использована для убийства няни аристократа сандры ривит убийство было совершено 50 лет назад судя по всему вот этой трубой и это убийство до сих пор не дает покоя как вы видите некоторым газетам кеми баденокс излагает свою политику как новый лидер консервативной партии включая встряску экономики об этом сегодня пишет guardian ну и также публикуется фотография из испании на которой показан король филиппе филипп испанский в окружении разгневанной толпы во время посещения затопленного города главная история газеты financial times посвящена финальному рывку камалы харрис и дональда трампа за голоса избирателей накануне выборов в сша интересно конечно чем эти выборы закончатся но на фотографии дональд трамп который прибыл на предвыборный митинг в преддверии того что газета называет самыми важными президентскими выборами за десятилетия ну и также в газете написано о налоговом преследовании в китае газета метро сообщает о гневной реакции на наводнение в восточной и южной испании которое унесло жизни более 200 человек газета публикует фотографии толпы которая окружила короля филиппы в которую бросали грязь и оскорбление во время посещения разрушенного города на первой странице газеты так daily mail independent вот у нас independent здесь обсуждается brexit и также предупреждение от тулип сидик экономического секретаря казначейства о том что большая часть последствий выхода из европейского союза пока еще не ощущается великобритании ну что будет дальше не ясно газета daily express называет рэйчел ривз бесстыдный цитируя канцлера о предвыборных обещаниях лейбористов газета пишет что она вызвала гнев призвав признав что партия была не права утверждая что налоги не придется повышать согласно опросу в газете а и британцы предсказывают победу дональда трампа на предстоящих президентских выборах в сша но все еще надеются что камала харрис сможет его победить так с газетами покончено давайте посмотрим что еще не а сегодня пишет пресса как вы знаете на выходных был выбран новый новый лидер консервативной партии такими баденокс депутата от северо-западного эссекса именно она стала новым лидером консервативной партии победив роберта дженерика она призвала партию объединиться и подготовиться к выборам подчеркнув необходимость честного признания прошлых ошибок и обновления в политике явка на выборах составила 72 и 8 процента из 132 тысяч членов партии что ниже чем в предыдущих выборах премьер-министр сэр кирс тармер поздравил ее с исторической победы отметив что она стала первым чернокожим лидером партии в вестминстере в то время как представители либо риской партии раскритиковали эти выборы охарактеризовав ситуацию как продолжение хаоса в партии консерваторов ну а сама новый лидер консервативной партии кеми баденокс заявила что ее экономическая стратегия будет полностью противоположной курсу нынешнего канцлера рэйчел ривз в интервью для bbc баденокс выразила намерение отменить повышение ндс для частных школ назвав его налогом на стремление и несоответствующим принципам партии она раскритиковала подход рифс к экономическому росту подчеркивая что его создает бизнес а не правительство также она указала на ошибки предыдущих консервативных лидеров в вопросах налогообложения и иммиграции отказавшись проводить разбор полетов прошлого она отметила что восстановление доверия избирателей будет ключевой задачей для партии ну а как к этому отнеслись газеты можно увидеть по карикатурам санды телеграф к примеру напоминает что она уже шестой лидер консервативной партии за последние восемь лет предыдущие как вы видите лежат за ее спиной ну и чем закончится для нее это лидерство не ясно на фразе фраза которую она говорит там написано что я с нетерпением жду когда приведу эту гордую партию к единству но судя по всему у предыдущих премьеров ничего не премьеров а консерваторов ничего не получилось ну а теперь к нынешнему правительству премьер-министр великобритании сэр кейр стармер объявила выделение дополнительных 75 миллионов фунтов на борьбу с контрабандой людей и усиление безопасности на границах страны увеличив общую сумму финансирования новой команды пограничной безопасности до 150 миллионов этот план включает в себя найм 300 дополнительных сотрудников для укрепления международного партнерства ста специалистов по расследованию и анализу данных для борьбы с организованной преступностью и улучшение сотрудничества с европой то образно говоря я не понял куда уйдут эти деньги но это мое мнение на стармер подчеркнул необходимость совместной работы служб безопасности для пересечения незаконной миграции и контрабанды а также предложил контртеррористический подход к пограничной безопасности отметив что нельзя просто так закрывать глаза когда люди гибнут гибнут при перепереходе ла-манши в связи с новым налогом на фермеров который введен рэйчел ривз в бюджете либо риской партии цены на популярные продукты ну и соответственно цены на любимый всеми британский full english завтрак вот этот меня цены могут подняться особенно это касается колбасок которые используются как раз в английском завтраке цена на них может резко возрасти фермеры выразили недовольство полагая что новые правила могут угрожать существованию семейных ферм и безопасности продовольствия в стране из-за изменений в налогообложении фермеры будут вынуждены платить налог на наследство на активы не свыше миллиона фунтов что может вынудить их продать свои земли эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях для рынка продуктов питания и от зависимости от импорта в рамках бюджета великобритании на среду запланировано повышение налога на авиапассажиров ну как его уже назвали налог на воздух особенно это коснется частных авиарейсов где налог на пассажиров на самых больших самолетах вырастет до 50 процентов это будет максимум в 1141 фунт на одного человека однако руководители частных авиакомпаний уверены что даже с повышением налога который это составит менее двух процентов от средней стоимости рейса и будет легко пережить состоятельными клиентами потому что например одноместный рейс из лондона в куала-лумпур обходится в 190 тысяч фунтов за пассажира а при новом налогообложении это добавит к сумме в 190 тысяч всего-то 3423 фунта я думаю что то я тоже думаю что вот тех людей по которой покупают которые могут купить себе билет за 190 тысяч три с половиной тысячи добавочных это помог как на чай дать но несмотря на экологические проблемы связанные с высокими выбросами углерода количество частных рейсов в прошлом году возросло на 15 процентов по сравнению с 2019 годом в то же время отрасль выражает обеспокоенность по поводу возможных изменений в расчетах для легких частных самолетов которые могут значительно увеличить налоговую нагрузку если вы пользуетесь частными рейсами частными самолетами напишите пожалуйста в комментариях сколько вы готовы отдать за билет при перелете куда-нибудь ну в любую страну просто напишите я думаю что вы помните что идет суд в котором должно быть обвинение против 18-летнего аксела рода кубаны который зарезал трех девочек этим летом так вот его теперь обвиняют во владении биологическим оружием и теперь расследование задерживается а из-за чего из-за того что есть опасения что возникнут общественные беспорядки потому что недавно тоже были какие-то акты насилия были которые были вызваны правыми радикалами как пишет bbc королевская прокуратура запрашивала разрешение на выдвижение обвинений с 15 октября но официальное объявление состоялось лишь 29 октября что вызвало обеспокоенность среди чиновников и полиции чиновники опасались что сообщение о новых обвинениях может спровоцировать насилие на фоне недавнего судебного разбирательства по делу о стрельбе связанного с убийством каба если помните такого преступника который которого застрелил полицейский ну и после суда в итоге полицейского оправдали не посадили за то что он застрелил преступника так вот теперь полиция и судебные вот эти приставы боятся что если они выдвинут обвинения вот так в открытую против этого преступника то могут возникнуть снова беспорядки еще немножко криминала в эдинбурге 74-летний мужчина погиб после того как его сбил автобус в оживленном районе коутгейт инцидент произошел вечером в субботу и это привело к временной блокировке улицы эвакуации людей с близлежащих пабов но на самом-то деле как бы стандартная ситуация автобус сбил дедушку ничего такого ну сверх ординарного какого-то в этом нет если бы не то что в этом инциденте этому пожилому мужчине оторвало голову но и в сети естественно начали распространяться фото и видео с места трагедии которые показывают достаточно жесткие такие тяжелые травмы полученные пострадавшим как я уже говорил ему оторвало голову из-за этого полиция обратилась к общественности с просьбой прекратить публикацию подобных материалов из уважения к семье погибшего видео я посмотрел она жуткая youtube такое точно не пропустит поэтому для любителей такой такого жестка чая бы сказал и для людей с крепкими нервами я выложил в наш телеграм-канал это видео как была найдена это оторванная голова смотрите на свой страх и риск а ссылочка на наш телеграм-канал внизу в описании видео новая компания nhс в англии призывает незамедлительно звонить по номеру 999 при первых же признаках инсульта поскольку анализ показал что в среднем людям приходится ждать около полутора часов до приезда скорой помощи а инсульт ежегодно поражает около ста тысяч человек великобритании более трети этих случаев заканчиваются летально именно потому что скорая приезжает слишком поздно основные симптомы включают в себя слабость лица трудности с поднятием руки и нарушение речи профессор стивен повис подчеркнул что даже если симптомы кажутся не очевидными любое их проявление требует срочного реагирования и чем быстрее вы вызовете скорую помощь тем больше шансов на то что вас спасут или спасут вашего близкого компания также развеивает миф что для вызова скорой нужно наблюдать сразу несколько признаков инсульта нет достаточно одного признака чтобы уже забеспокоиться и позвонить в скорую помощь не болейте берегите себя международная новость и эстония поддержала призывы великобритании разрешить украине использовать дальнобойные ракеты против россии для того чтобы заставить владимира путина сесть за стол переговоров премьер-министр эстонии кристен михал заявил в интервью газеты сан мы не должны накладывать ограничения на использование оружия украины он подчеркнул что лучше поддержать план победы президента зеленского в это время сша заблокировали все запросы украины на использование британских ракет шторм шаду для ударов по целям в глубине россии латвия на данный момент провела учения нато направленные на тестирование низкоорбитальных спутниковых телефонов и военных 5g сетей латвийский премьер-министр эвика силина также подтвердила поддержку стремления украины к членству в нато заявив что их страна продолжит лоббировать этот вопрос об этом сегодня пишет газета сан очень интересная статья сегодня попалась о том что россия запустила масштабную кампанию дезинформации в африке направленную на подрыв новых вакцин против малярии разработанных в великобритании и это ставит под угрозу жизни тысяч людей в африке эта инициатива аналогичная советской операции денвер создает атмосферу недоверия к западным медицинским разработкам обвиняя их в создании вирусов а также опасных вакцин про кремлевские активисты распространяют ложные сведения о вакцинах что может помешать развертыванию программ вакцинации привести к серьезным последствиям для здоровья населения информация об этом настолько много что я запишу отдельный выпуск и выложу его на нашем канале действительно очень большая интересная статья которую я перевел не забудьте подписаться на наш канал для того чтобы не пропустить этот экстренный выпуск не экстренный а дополнительный выпуск назовем его так король великобритании чарльз 3 не сталкиваются с растущим давлением вернуть деньги национальной службе здравоохранения и на и час после того как выяснилось что он берет 11 с половиной миллионов фунтов стерлингов в год за аренду у одного из доверительных фондов за хранение электрических машин скорой помощи расследование показало что частные владения короля и частные владения владения принца уильяма приносят им миллионы денег которые могли бы пойти на и чес также вооруженным силам как написано в газете и благотворительным организациям например фонд духовного ланкастера получает более 11 миллионов фунтов за право парковки машин скорой помощи в одном из своих складов вот тут видно некоторые некоторые как раз места которыми владеет король и которые сдаются просто сдаются в аренду как раз вот скорой помощи и так далее до расписано почему-то фотография выскочила за мной но в любом случае очень много очень много тех мест которых король получает свои доходы ну и точно так вот владение принца тоже их немало как вы видите с которых он получает доход сдавая места даже для парковки какой-то медицинским автомобилем там скорой помощи и так далее но общественные организации такие как и на час и министерство юстиции тоже платят огромные суммы за аренду различных объектов включая даже тюрьму дартнер вызывает недовольство что королевская семья которая обладает такими значительными активами продолжает зарабатывать на государственных структурах в условиях финансового кризиса в стране компания марк спенсер извинилась после общественного возмущения по поводу рекламы первых бюстгальтеров для девушек ну да первый бюстгальтер когда-нибудь девушки покупают свой первый в жизни бюстгальтер рекламная компания вот такая вот и в ней было написано что в ней написано что указано что не девушки а здесь написано молодые молодые существа которые носят вот этот бюстгальтер fearless young things то есть существа или нечто ну как-то как-то так можно перевести картинка в любом случае вы картинка критика в частности касается того что эта реклама придает предпочтение чувствам мужчин и мальчиков которые притворяются женщинами то есть трансгендеры и так далее но которые не могут определиться со своим полом и называют себя она но и так далее то есть и внимание все идет не на настоящих женщин не на девушек будущих женщин она вот этот вот трансгендерный контингент который тоже возможно носят бюстгальтеры но представители марк спенсер подтвердил что эти плакаты будут в итоге сняты и выразил сожаление по поводу произошедшего почему марк спенсер решил что эмоции трансгендеров должны стоять выше эмоций женщин непонятно всем доброго утра и хорошего настроения обожаю гулять по улицам после дождя так приятно когда под ногами шлепает вода затягивает если честно но сегодня нам повезло еще один день без дождя и даже в каждом городе мы можем увидеть солнышко который похоже решила поработать на полный день вот только температура решил немного поиграть с нами и опустилась до 10 градусов в середине дня и до пяти ночью так что если вы собираетесь гулять не забудьте надеть что-то потеплее иначе рискуете стать человеком ледышкой сегодня бодрящий понедельник а это значит что он сулит нам хорошее настроение так что давайте встречать его с улыбкой и активностью не забывайте что у вас есть возможность зарядиться энергией и хорошими эмоциями на всю неделю тем добра и отличное начало недели спасибо игорь ну а теперь о главном по крайней мере для меня главном сейчас я хочу поблагодарить всех тех кто вчера поздравил меня с днем рождения как на словах так и через paypal а также продолжают сегодня тоже приходить какие-то поздравления спасибо вам огромное очень приятно подарок кстати выбран и куплен уже заказан скоро он приедет ко мне домой спасибо за все ваши теплые слова и поддержку ваши пожелания с количеством подписчиков уже сбываются потому что нас уже более 45000 отдельное спасибо хочу сказать подписчикам нашего телеграм-канала которые собрались отдельной дружной компанией для того чтобы записать мне видео поздравления спасибо вам огромное все прошло просто прекрасно ну и в эту неделю я вхожу и в новый месяц я вошел с прекрасным настроением для того чтобы продолжать вас радовать нашими выпусками новостей который привел к обшивке здания легко легковоспламеняющийся блин легковоспламеняющийся обшивкой заново вот именно на этой веселой легкой ноте я хочу с вами попрощаться до следующего выпуска надеюсь что вы подписались на наш канал для того чтобы не пропускать настолько интересные новости из великобритании которые какие бы ни были если к ним относиться с юмором то настроение будет улучшаться я желаю вам хорошо провести сегодняшний день начала этой недели быстренько дождаться пятницы ну или когда у вас там выходной для того чтобы насладиться и хорошей погодой и хорошим настроением которое вам создают новости великобритании всего вам доброго в студии был олег и хил я с вами обязательно встречусь